Национальная хоккейная лига Майк Киннон, как же здорово работать в Нью-Йорке, когда у тебя в составе такие игроки. И действительно, состав у Рейджерс в тот год был просто потрясающий. Стив Лармер. Прирожденный бомбардир. Майк Рихтер стеной стоял в воротах. Новая звезда Энхайл Алексей Ковалев. Ему всего лишь 21 год был тогда. Лучший сезон для Адама Грейвса. 52 шайбы он забросил в регулярке. И, конечно, Марк Месье. Самое лучшее для меня это ощущение, которое рождается, когда ты побеждаешь в сезоне, а затем завоевываешь кубок Стэнли. И все, чего я хочу, это вновь испытать это чувство. Марк Месье. Безусловный лидер на площадке и в раздевалке. Ну а вот так действует Майк Рихтер. Да, есть давление, все его чувствуют. Но что делать? Это седьмой матч. Надо выходить и побеждать. Ничего уже не изменишь. Итак, Ванкувер Кеннекс и Нью-Йорк Рейджерс. Ванкувер Кеннекс и Нью-Йорк Рейджерс. Нью-Йорк Майдисон Сквер Гадон. 14 июня 1994 года. Седьмой матч финала. Апогей сезона 1993-1994 годов. Болельщики Нью-Йорк Рейджерс мечтают, чтобы их команда наконец-то после 54-летнего перерыва завоевала кубок Стэнли. Обратите внимание, в тех матчах, когда Рейджеры выигрывали, у Брайана Литча великолепные показатели. Четыре гола и три передачи плюс пять. Месье, похоже, все свои силы выплеснул на полуфинальное противостояние с Нью-Йорк. В финале в шести матчах у него лишь пять очков. Три из них он завоевал в победных играх и всего лишь два, когда команда проигрывала. Когда команда выигрывала плюс пять, когда проигрывала минус пять. Майк Кинненс советуется с ним на утренние тренировки. Конечно же, он один из самых опытных людей в команде, наряду с Крейгом Мактавишем. У Ванкувера Павел Буре, Джефф Куртнел и Джефф Браун забросили девять из десяти шайб в последних двух матчах. Павел Буре два гола, две передачи, четыре гола у Куртнел и очень здорово проявил себя защитник Джефф Браун. Они безусловные лидеры команды в последних встречах. Интересно, что Ванкувер в первых четырех матчах финальной серии забросил всего лишь семь голов, а в последних двух десять. Ведь команда уступала один-три и сумела выиграть и дома, и на выезде. Шесть-три и четыре-один. И теперь, кто считается фаворитом, предсказать невозможно. Но, естественно, с оранжерами Мэдисон-Сквэр-Гарден, переполненные трибуны легендарной арены. Ванкувер в первых четырех матчах финальной серии коллектив Брайан Лич и Сергей Зубов. Столпы обороны и главные лица в атаке. Майк Рихтер, который поймал Кураж. И Майк Кинан, непредсказуемый, вспыльчивый, но великий тренер. Мы выиграем, так сказал Марк Месье перед решающей встречей с Нью-Джерси Дэвилс. Ну и это же относится и к противостоянию с Ванкувером. Еще выступая в Энхайл, он стал живой легендой. Ну и, конечно же, на него равняются молодые. Весь Нью-Йорк дышит финальным противостоянием. Что может быть лучше? Седьмая игра финальной серии. С удовольствием нью-йоркцы украсили бы Эмпайр-стейт-билдинг Кубком Стэнли. Шестой матч противостояния с Нью-Джерси. Хет-трик Марка Месье. Ничего не мог с ним поделать Мартин Бродоу. Кубок Стэнли везде. Кто ли это Нью-Йорк, жаркий Нью-Йорк дышал хоккеем? И лед буквально плавился под коньками хоккеистов. Как только не изощрялись журналисты и режиссеры. Что только не придумывали. Кубок Стэнли был везде. Везде семерки. Да, седьмой матч. Седьмой матч – это квинтэссенция хоккея НХЛ. Естественно, все билеты задолго до матча проданы. Мэдисон Сквер Гарден. Один из самых знаменитых залов Соединенных Штатов Америки. Ну, а вот так, мы видим, закончилась серия с Нью-Джерси. Овертайм седьмого матча с Дэвилс дома в Мэдисон Сквер Гардене. Во второй добавленной двадцатиминутке Стефан Мато выезжает из-за ворот и переигрывает Мартина Бродо, который такой наглости не ожидал. Великий Мартин Бродо, но тогда он был слишком еще молод для рекордов НХЛ и для собственного величия. Он расстроен, он покидает Мэдисон до следующего сезона. Ну, а в руках у Марка Месье Принцов Уэйлс трофи, который вручается победителю финала Восточной конференции. Субтитры сделал DimaTorzok This is the NHL at its best. Check it out! Но не забываем и о соперниках Рейнджерс, о хоккеистах Vancouver Canucks. И, конечно же, главная звезда Павел Буре. Русская ракета, которой дважды подряд в регулярных первенствах в сезонах 92, 93, 93, 94 забрасывал по 60 шайб. И в плей-офф он ввел свою команду. Вперед он был неудержим. И тренеры команд, противостоящих Ванкуверу, только поражались мастерству Павла Буре. Справиться с ним не могла защита ни одной из команд. И, конечно же, нельзя забывать о Кирке Маклине, который провел лучший свой сезон в НХЛ. И даже не сезон, потому что сезон он закончил с отрицательными показателями. А вот плей-офф был просто неподражаем. Кирк Маклин – одна из составляющих успеха Ванкувера в плей-офф 94-го года. Всю силу Ванкувера испытала на себе Торонто в финале Западной конференции. В первом матче против Торонто Ванкувер уступил. Слишком поздно команда заиграла в свой хоккей. Но затем Кенакс прошлись как катком по Мэйпл Ливз. Вот так вот отличился Юрке Луме во втором матче. А вот это типичная манера игры Ванкувера. Быстрая атака, хорошо катаются очень хоккеисты. И Клифф Ронин отправляет шайбу в пустой угол. Но вот так серия закончилась. Пятый матч. 3-3 в игре и 3-1 в серии в пользу Ванкувера. Второй овертайм. Тревор Линдон пасует на Уэйна Пабича. Отбрасывает с отбородом. Крек Адамс добивает шайбу. Потрясенный кот Потвин садится на пятую точку и садится за линией ворот. Ванкувер в финале, а Торонто на отдыхе. Второй раз в своей истории в Ванкувер Кеннекс пробиваются в финал Кубка Стэнли. Пэт Бернс расстроен, а Пэт Куин ликует. Ликует, но сдержанно. Итак, седьмой матч финальной серии 1994 года. Это Рейнджерс против Ванкувера. Ударное звено Рейнджерс. Адам Грейс, Марк Месье и Алексей Ковалев. А вот остальные звенья могут как забивать, так и очень здорово обороняться. Блестящие пары защитников. Лич Бьюки Бум, Лоу Зубов, Уэллс Лидстер. Интересно, что в регулярном перевернстве именно Сергей Зубов стал главным бомбардиром Нью-Йорка. Майк Кеннон сосредоточен. Ему кубок нужен невероятно с его-то амбициями. Ну, а главное, что кубок нужен, кроме самих хоккеистов, конечно же, болельщикам. Кирк Маклин. 2,71 шайбы за игру. 92% отраженных бросков. Показатели в финале у него хуже, нежели в ранних раундах. Но оно и понятно. Тут и соперник сложнее, и накал выше, и игры значительно напряженнее. Майк Риктор. 2,69 и 91, можем сказать, процент отраженных бросков. Чуть-чуть хуже показателя, нежели у его визави. Терри Грексон, опытный арбитр, уже доводился ему судить седьмые матчи в сериях плей-офф. Но я думаю, что не от него будет зависеть все, что будет происходить в этой игре, а от самих хоккеистов. Итак, через несколько минут вы сможете наблюдать седьмую финальную встречу плей-офф 1994 года. На канале Синь ТВ классика НХЛ. 14 июня 1994 год. Финал Кубка Стэнли. Седьмая игра. Ванкувер Кенахс в гостях у Нью-Йорк Рейнджерс. Ну и сегодня мы с вами узнаем имя обладателя Кубка Стэнли 1994 года. Счет в серии 3-3. И сегодня все решится. Болельщики тут же, тут же начинают поддерживать свою команду. Да, слышите вы, как они это делают? Ну что ж, вот так вот команды доборолись, добились. И сегодня седьмая игра. Ворота Ванкувер Кенахс защищает первый номер Кирк Маклин. Ворота Нью-Йорк Рейнджерс защищает 35-й номер Майк Рифтер. Вот только-только он вступил в игру и тут же отражает опаснейший бросок в исполнении игроков Ванкувера. В атаке сейчас Кенахс. Нет, но вот шайба уже вышла из зоны Рейнджерса. Конечно, туда уже входить было нельзя. Ну а теперь есть возможность и у Рейнджерс для атаки. Кевин Лоу начинал эту атаку. Однако посмотрим, чем она закончится. А вот тут такая силовая борьба ведется на пятаке, да? Видели вы, что Кирк Маклин пытался как-то обратить внимание судей на вот этот вот прием в исполнении игрока Рейнджерс. Но судья-то находился рядом и он все видел. А вот еще один прием. Так, и у нас здесь офсайд. И тут же возникает небольшая потасовочка. Видели вы только что Павла Буре, который тоже решил там пообщаться. Но на ваших экранах 21-й номер Сергей Зубов. Вот, давайте еще раз посмотрим, что же здесь произошло. Вот, сначала первый силовый прием, а потом мы видим Павел Буре смещается. Да, ну здесь в принципе-то особо ничего не было. Алексей Ковалев там как раз попался на пути Павла Буре. Ну, по-моему, Павел Буре сам упал. Так что все будет нормально. Майк Киннон, главный тренер Нью-Йорк Рейнджерс. Главный тренер Ванкувер Канак Пэт Куин. Пытались сейчас игроки Ванкувера войти в зону Рейнджерс. Однако ничего у них не получилось. Вот Майк Киннон уже не первый раз, как говорится, участвует в финалах. Опасный бросок! Кирк Маклин отбивает. Это Стив Лармер бросал 28-й номер Нью-Йорк Рейнджерс. Так вот, Майк Киннон не раз уже участвовал в финалах. Но вот пока Кубок Стэнли выиграть ему не удалось. Да, два раза это было с Филадельфией, потом с Чикаго, с Миннесотой. Но вот пока никак не покоряется ему эта вершина. Но вот сейчас есть у него великолепнейший шанс с командой Нью-Йорк Рейнджерс выиграть этот старинный и почетнейший трофей. Вот посмотрите, после того, как Шайба попадает в ловушку Кирку Маклину, она еще и в перекладину ударяется, по-моему, да? Вот так вот. Опасный момент! В браслоне было в зоне Ванкуйра Кенакс. Выигрывает это браслоне, и тут же они отправляются в атаку. Но вот такие силовые приемы, я так думаю, сегодня будут еще не раз. Лич первым успевает в Шайбе. Ищет он партнеров, кому бы отдать передачу. Делает эту передачу, однако она, увы, не точная. А у нас что здесь возникает? Еще, по-моему, один ассайт. Ну что же, наверное, стоит рассказать, как команды добирались вот до этого финального матча. Каков их был путь. Нью-Йорк Рейнджерс в первом раунде обыгрывает в четырех матчах Нью-Йорк Айлендерс 4-0. Но вот Ванкуйр Кенакс пришлось провести семь матчей, все семь матчей против Калгари Флэймс и победа в серии 4-3. Второй раунд, и команда одерживает победы. Нью-Йорк Рейнджерс побеждает в Вашингтон в пяти матчах 4-1. Но Ванкуйр Кенакс обыгрывает Далла Старс также в пяти матчах и такой же счет 4-1. Ну и, собственно говоря, вот они полуфиналы. Нью-Йорк Рейнджерс в труднейшем семиватчевом противостоянии обыгрывает Нью-Джерси Дэвилс 4-3. А Ванкуйр в пяти матчах обыгрывает Торонто Мэйпл Ливз. И, собственно говоря, вот он финал. Обязательно мы поговорим, как развивались события в этом финале, как проходили эти матчи. Вот сейчас только посмотрим, чем закончится вот эта атака. Похоже, правда, она ничем не заканчивается таким уж серьезным. В первом матче в Мэдисон-Сквергарден Ванкуйр побеждает в овертайме 3-2. Но вот во втором матче Рейнджерс одерживает уже победу 3-1. Рейнджерс сейчас в атаке. Опасный момент. Зуба передача Ливзу бросок и гол! 1-0 Брайан Ливз. Вот вам, пожалуйста, Нью-Йорк Рейнджерс выходят вперед в этом матче. 1-0. Что творится здесь на стадионе? Мэдисон-Сквергарден сходит просто с ума. Великолепная, великолепная комбинация. Как же все было здесь здорово сыграно. Брайан Ливз великолепно выдерживает паузу. Да, Сергей Зубов, какая передача. И посмотрите, какая пауза. 1-0. Но начал ты эту атаку. Вот он, Марк Месье. Великолепная передача Сергея Зубова. Ну а дальше вы уже все знаете. 1-0 Нью-Йорк Рейнджерс. Ну так вот, после этого команды переезжают в Ванкувер. И Нью-Йорк Рейнджерс дважды побеждают. 5-1 на 4-2. И казалось бы, все. Губок Стэнли. Вот он рядом. Выигрываем Мэдисон-Сквергарден. В пятом матче и все. Однако нет. Ванкувер одерживает победу. 6-3. Вот тут опасный момент. И кому-то из игроков достается. По-моему, это Алексей Ковалев оказывается на льду. Помогает он Майку Рифтеру. 1-0. Седьмой матч. Финал Кубка Стэнли. Вот, пожалуйста, показывает там голы защитников в финалах. Брайан Лич выходит по этому показателю на первое место. 5 заброшенных шайб. Ну, а на втором месте вы видели Дэннис Потвин. Игрок Нью-Йорк Айлендер. Защитник. Легендарный защитник Нью-Йорк Айлендер. Команда переезжает в Ванкувер. Это я уже про шестой матч. И там Ванкувер 4-1 обыгрывает Нью-Йорк Рейнджерс. Вот так вот. 3-1 Рейнджерс вели. Выиграли в финале. И, пожалуйста, 3-3 счет становится. Ну что ж, посмотрим. Седьмая игра. Ничего здесь предсказать просто невозможно. Но я напомню, пока 1-0. Брайан Лич отмечился у нас в первом периоде. А вот там кто-то из игроков оказывается на льду. Да, вот такой вот неприятнейший сейчас момент. Это Глен Андерсон. 36-й номер. Глен Андерсон. Ох ты. Тут ему клюшка как достается. Ну, Глен Андерсону не привыкать. Не раз он уже выигрывал Кубки Стэнли. Но выигрывал он их в составе команды Эдмонта Нойлерс. Пять раз становился обладателем он этого почетнейшего трофея. Здесь посмотрите, что творится. Никто, никто сегодня никому не будет уступать. Ни одного сантиметра площадки. За каждую шайбу будет борьба. Битва сегодня у нас. Мэдисон Сквергарден заполнен до отказа. В домашних экранах Крейг МакТавиш. 14-й номер. Команды Нью-Йорк Рейнджерс. Вот перешел он как раз по ходу сезона 1993-1994 годов. Состав Нью-Йорк Рейнджерс из Эдмонта Нойлерс. 12 матчей он успел провести. 4 шайбы забросил и отдал 2 результативные передачи. И вот, пожалуйста, 23 матча он провел в розыгрыше плей-офф этого сезона. Рейнджерс снова в атаке. Лич! Опасный момент! Вот посмотрите, тут Эсси Тикканин лезет на ворота. На пятаке его там пытаются затолкать, столкнуть. Но финский парень просто так его не столкнет. МакТавиш борется за шайбу. А Рейнджерс продолжает ее контролировать в зоне Ванкуэра. МакТавиш получает шайбу. Да, так рукой он себе подыграл. Но это в хоккее можно. Борьба тут у нас продолжается. Вы посмотрите, какая борьба. Эсси Тикканин, Крэг МакТавиш. Вот они там сейчас борются за шайбу. И посмотрите, не удается пока Ванкуэру вывести шайбу из своей зоны. Рейнджерс такой прессинг сейчас организует. Но вот здесь держат, держат Крэг МакТавиша. И удаление будет в составе Ванкуэр Кенакс. Добивается все-таки Крэг МакТавиш этого удаления. А у нас отправляется на скамейку штрафников защитник Ванкуэра Юр Келуми. Ну вот, пожалуйста, ну сколько ж можно тут было держать. Тут рвался, рвался Крэг к шайбе. А его вот Юр Келуми-то и не подпускал. Ну и, пожалуйста, две минуты. Две минуты. И теперь у Нью-Йорк Рейнджерс есть великолепный шанс для того, чтобы попытаться использовать это численное преимущество. Посмотрим, удастся ли им это сделать. Ну вот нам показывают эту борьбу. Да, вот сколько времени, пожалуйста, не удавалось Ванкуэру. Просто даже выбросить шайбу из своей зоны. Тут просто прижали, придавили к воротам. Да, вот эта вот тройка Чекинг Лайт, наверное, и так ее можно назвать. Крэг МакТавиш, Эсса Тикканен. И вот шестнадцатый номер Брайан Нунен. Пожалуйста. Вбрасывание в зоне Ванкувера. Марк Месье. Выигрывает он это вбрасывание. Тут же отправляется шайба на синие зубов. Лич. Не получилось ли еще. А вот сейчас бросок. Марк Месье там был на пятаке. Однако шайбу ворот переправить не далось. Еще один опасный момент. Маклин отбивает. Да, вот это штурм сейчас устроили рейнджеры. Да, вот здесь броска-то не получился. И теперь Ванкуверу удается выбросить шайбу из своей зоны. Правильно все. Но надо перевести дух. Надо немного отдохнуть. Ну что ж, посмотрим. Рейнджерс организует новую атаку. Да, сейчас войти в зону, расположиться. Вот Ковалев с шайбой. Передача. Отлично бросок. Гол. Адам Грейвс. 2-0. Передача Алексея Ковалева. Адам Грейвс делает счет 2-0 в этом матче. Вот это да. Что здесь творится? Что творится в Мэдисон-Сквэр-Гарден? Еще раз смотрим. Здорово. Сергей Зубов. Передача Ковалеву. Ну а Ковалев уже на свободного Адама Грейвса. Браво. Браво, Алексей Ковалев. Великолепная передача. 2-0. До отказа. До отказа забит Мэдисон-Сквэр-Гарден. Но у нас последние секунды первого периода. 2-0. Нью-Йорк Рейнджерс пока выигрывают. И сейчас звучит сирена, означающая, что первый период у нас закончен. 2-0 в пользу Нью-Йорк Рейнджерс. И мы с вами отправляемся на перерыв. Начинается у нас с вами второй период матча между Нью-Йорк Рейнджерс и Ванкуир Канакс. Седьмая игра. Финал Кубка Стэнли. Счет серии, естественно, 3-3. Но в матче 2-0. Рейнджерс пока выигрывает. Ох, какой неприятный момент. Месье до конца поборолся за шайбу. Лич. Передача на пятак. Бросок. Маклин отбивает. Опаснейший момент. Ванкуир уже идет вперед. Буре это был. Нет, это был Тревор Линден. Капитан Ванкуир Канакс. Ну, конечно, кто же еще поведет за собой команду. В средней зоне сейчас шайба. Лич. Ну, сейчас поспокойнее надо, да? 23-й номер. Джефф Бьюкибом. Ох, как любят его болельщики здесь, в Нью-Йорке. Вот так они его ласково. Бум, бум называют. Ну, что ж. Он много сделал для Рейнджерс. Ох, неприятный момент. Зубов бросает. Маклин отбивает еще один такой наброс. На пятаке с Тиканин, Крейг Мактайш. И вот Брайан Нунен. Как раз эта тройка сейчас на льду у Нью-Йорк Рейнджерс. Ну, и теперь, похоже, у нас проброс. Сергей Зубов. 21-й номер. 78 матчей он провел в сезоне 1993-1994 годов. 12 заброшенных шайб. 77 результативных передач. И он становится лучшим бомбардиром команды. Команды, друзья мои, защитник. А вот второе место у Марка Месье. 76 матчей, 26 заброшенных шайб и 58 голевых передач. Вот Марк Месье занимает второе место. В Брасове не будет в зоне Ванкувера. 2-0. Крейг Мактайш на точке. А против него Мюррей Крэйвен. Вот Мактайш выиграл в Брасове, однако не удалось распорядиться Шайбе. Еще один опасный момент. Бегейбул бросает. Еще один момент. Ой-ой-ой-ой. Ну, как же Шайбе сейчас не попадает в ворота. Ай-ой-ой, да. Момент был, ну, практически стопроцентный. Вот Ванкувер огрызается, да. Только что они создавали опасный момент, однако все закончилось благополучно. И Рейджер снова идут в атаку. Брасывают они Шайбы. Ну, скорее всего, это было сделано для того, чтобы произвести как раз смену по ходу матча. И вот уже другие игроки выходят. Стив Лармер сейчас пытался там организовать прессинг, да, обозначить свое присутствие в зоне Ванкувер Канакс. Вот еще один опасный момент может быть. А нет, нет никого на пятаке. Но надо было чуть быстрее, чуть быстрее делать передачу. Зубов. Опасный бросок. Нет, там кто-то из игроков Ванкувера самоотверженно ложится под Шайбу. Буре. Буре вбрасывает Шайбу, да. И, похоже, смена по ходу матча у нас в составе Ванкувера. Ну, в составе Рейджерс. Ковалев там на кого-то так со спины набрасывается. Ну, судейский свисток молчит, значит, все нормально. Ковин Лоу тут был с шайвой только что на ваших экранах. И вот тут же, тут же ответ Рейджерс. Входят они в зону. Ковалев. Опасный бросок. Да, вот так поаккуратнее надо сейчас действовать Кирку Маклину, да, отбивать перед собой эти шайбы, потому как тут же, тут же идут на добивание игроки Рейджерс. Тут же они оказываются на пятаке. Вот сейчас оказался там Стефан Мато, да, видели мы. Вот нам показывает Алексей Ковалева. 27-й номер. Алексей Ковалев. 76 матчей, 23 заброшенные шайбы, 33 результативные передачи. Вот таковы показатели Алексея Ковалева. И вдумайтесь. 154 минуты штрафного времени. Ну, вот, собственно говоря, Алексей Ковалев на ваших экранах. Вот в финале, в семи матчах, 4 заброшенные шайбы и 3 результативные передачи. Но это пока, потому как седьмая игра у нас с вами еще продолжается. Счет серии 3-3. И сегодня мы точно уже узнаем, кто же станет обладателем Кубка Стэнли с сезона 1994 года. Ох, не получился сейчас бросок у игроков банкуера. И тут же есть возможность за контратаку. Опасный момент. Шайба проходит рядом со штангой. И стути Канен. Какой опасный момент. Да, вот сейчас Рейнджерс действует просто великолепно. Продолжают они атаковать. Нет, выходит шайба. И надо возвращаться теперь в свою зону игрокам Рейнджерса и начинать все сначала. Вот посмотрите, во втором периоде по броскам 5-0. Рейнджерс пока нанесли 5 бросков, не дав это сделать ванкуеру ни одного раза. Продолжает, продолжает Рейнджерс атаковать. Ну, бросок. Это Глен Андерсон был. Кирк Маклин ловит шайбу, прижимает ее к борту. Ну, вот он, легендарный Глен Андерсон. Глен Андерсон, кубковый боец, кубковый парень. А здорово у них здесь получилось. Да, вот такая двоечка разыграли. Великолепно. Вот Самуэльсон, да, там, по-моему, отдавал передачу. Здорово здесь было сыграть. Просто великолепно. Но это нам показывает еще раз тот момент, когда вот Кирк Маклин поймал шайбу, бросал Глен Андерсон. Вот Майк Киннес сделал ставку на таких проверенных, проверенных кубковых бойцов. Проверенных игроков, которые знают, что такое плей-офф. Бьются они до конца. Ну, посмотрим, что получится у Ванкувера. Пока 2-0 проигрывает команда. Борьба за шайбу в зоне Ванкувера. Посмотрите, ожесточенная идет борьба за каждый сантиметр площадки. Так, вот у нас тут кого-то уронили. Нет, все в пределах правил. Судейский свисток молчит. Значит, продолжаем играть. Ну что ж, продолжается у нас игра. Кевин Лоу был шайбой из зубов. Шайба в зоне Ванкувера. Вот тут опасный такой момент, да, и силовой прием. И что у нас удаление сейчас будет? Ну что ж, удаление, похоже, составил Ванкувер Канакс. Вот показывает нам Марко Месье. Так, а вот Джефф Бьюкибум, похоже, получил небольшое повреждение. Тут врачи над ним сейчас колдуют. Давайте посмотрим, ох, какой тут момент. Ну что ж, из-за этого все-таки, в общем-то, я так, получается, есть две минуты. Да, вот помощник Петта Куина что-то кричит сейчас главному арбитру. А вот еще, а, вот здесь, вот, наверное, в этом эпизоде как раз-то Джефф Бьюкибум и получил травму. Ох, ой, 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 какой неприятный момент, да. Ох ты, а здесь что вот пытался сделать, да, но опять же так, пытался опасно сыграть. Здесь игрок Нью-Йорк Рейджерс, да, видели бы так практически рукой он уже хотел ударить. Это был Ник Киприос, вот именно он так пытался действовать в такой силовой манере. Ну что ж, Рейджерс получает численные преимущества. Есть великолепный шанс для того, чтобы просто увеличить свое преимущество. Не получилось сейчас передача, не проходит она на пятак. И удается Ванкур выбросить шайбу и теперь атаковать. Буре держит шайбу, ну а кому отдать-то? Или просто Павел сейчас подержит шайбу для того, чтобы потянуть вот это вот время в меньшинстве. Ну так оно и есть. Буре делает он передачу туда, в среднюю зону. И вот теперь есть хорошая возможность. Опасный момент и гол! Тревор Линдон в меньшинстве сокращает разрыв в счете. Да, вот это игра. Ну что, Майк Киннон, вот теперь есть над чем подумать. Тревор Линдон, капитан команды, отправляет шайбу в ворота Майка Рихтера, в ворота Нью-Йорк Рейнджерс. Ну а мы видим, что Джефф Бьюкибум, защитник Нью-Йорк Рейнджерса, отправляется в раздевалку. Похоже, травма у него действительно серьезная. Но Джефф Бьюкибум опытный боец. Надеемся, что он выйдет еще в этом матче. Да. Великолепно. 2-1 Нью-Йорк Рейнджерс пока выигрывает. И ничего не ясно. Ковалев бросает по воротам. Посмотрите, какая борьба там на пятаке. А Рейнджерс продолжает играть. Еще один опасный момент. Шайба проходит рядом со штангой. Вот так вот Ковалев там цепляет. А не будет, не будет удаления. Вот только теперь, вот только теперь арбитр поднимает вверх руку. И Мэдисон Сквергарден встречает это бурными овациями. Вот сейчас со стая Ванкувера будет удаление. Ох, как сейчас трудно придется Канакс. 2-1 они проигрывают. Да, вот опять же, по-моему, этот Дэйв Бабич отправляется на 2 минуты. Был он недоволен. Ну что ж, придется ему отдохнуть и посмотреть за тем, как его команда будет обороняться. Месье на точке вбрасывания. Ох, тут все-таки посмотрите, удается Марку Месье до конца побороться за шайбу. Зубов, ну через него все идет. Брайан Лиш там еще один опасный момент. Кирк Маклин выручает, выручает сейчас Кирк Маклин свою команду. Минуту 40 еще Рейджерс будут играть в большинстве. 2-1 они пока выигрывают. Зубов шайбой. Входит он в зону Ванкувера. Делает передачу направо и тут же там борьба возникает в углу площадки. Снова Зубов, не стал он сам бросать. Еще один опасный момент, еще. Гоу! 3-1! 3-1 Марк Месье! 3-1 Нью-Йорк Рейджерс ведет. Кирк Маклин. Задумался Кирк Маклин. Браво. Браво Марк Месье! Опаснейший сейчас был здесь в моменты, посмотрите. Марк Месье все-таки проталкивает шайбу в ворота. Такая борьба. Вы посмотрите, что здесь творится. Такая битва на пятаке. И Марк Месье. 3-1. Ну что ж, посмотрим, что теперь предпримет Ванкувер. Отыгрываться команде надо. Это последний матч. Последняя игра. 30 секунд остается до конца второго периода. Опасный момент. Рейхтер выручает свою команду. Кирк Мактавель с шайбой. Отправляется он вперед, но так не спеша. И все правильно делает. Сейчас надо подержать шайбу, успокоиться. Ну и так, как говорится, не получить гол в раздевалку. Последние 10 секунд второго периода. 3-1. Ну что ж, и вот сейчас заканчивается второй период. 3-1. Нью-Йорк Рейшерс выигрывает. Да, игра просто великолепная. Но посмотрите, какой накал тут страстей, да. Даже уже после сирены пытаются игроки выяснить отношения. Но лучше, как говорится, поберегите эмоции для третьего периода. Ванкувер, они сейчас очень пригодятся. Ну а мы с вами отправляемся на перерыв. Третий период. Финал Кубка Стэнли. Седьмая игра. 14 июня 1994 год. Нью-Йорк Рейшерс у себя дома в Мэдисон Сквер Гарден. Против Ванкувер Канакс. 3-1 Рейшерс пока выигрывают. Ну что ж, посмотрим. У Ванкувера остается 20 минут чистого времени для того, чтобы попытаться сравнять счет. И Ванкувер тут же отправляется в атаку. Ну все правильно. По-другому уже, наверное, и нельзя. Посмотрим, чем ответит Рейшерс. Не получается сейчас бросок у игроков Рейшерс. Да, там на пятаке кто-то оказался. Но точного броска мы не увидели. Зубов шайбой. Передача в среднюю зону. Вот не очень удачно сейчас сыграли тут игроки Рейшерс. И придется... Ох, посмотрите. Нет, прессингуют они. Здорово у них это получается. Ну все правильно. Сейчас шайбу лучше держать здесь, в зоне Ванкувера. Что здесь творится? Что творится в Мэдисон Сквер Гарден? Эти болельщики, они сошли с ума. Они поддерживают свою команду. Не умолкают опасный момент. Как они сейчас поддерживают свою команду. Просто великолепно. Вот уже более 40 лет Нью-Йорк Рейшерс не завоевывал этот почетнейший трофей Кубок Стэнли. И вот сейчас прекрасная возможность для того, чтобы его завоевать. Атакуют, атакуют сейчас игроки Ванкувера. Но, правда, не получается. Нигда. Вот на бросок-то никого вывести не могут. Вот сейчас был бросок. Рихтер поймал шайбу и тут же отправляет ее. В игру. Ну вот, пожалуйста, да, не получается. Пока ничего не получается у Ванкувера. Зато у Нью-Йорк Рейшерс все здорово получается. 3-1 они выигрывают. Мактавиш, Тиканен. Вот посмотрите, сколько они сейчас проводят времени на льду. Такое сдерживающее звено. Посмотрите, что здесь творится. 3-1 Нью-Йорк Рейшерс пока впереди. Им остается чуть-чуть для того, чтобы стать обладателями Кубка Стэнли. Ну что ж, очень много болельщиков. Причем и даже таких известных пришли поддержать Нью-Йорк Рейшерс. Ну а здесь по-другому. В Нью-Йорке, в Мэдисон-Сквергарден и не бывает. Ванкувер пытаются, пытаются игроки Канакс начать атаку. Но ничего у них пока не получается. Но не получается ничего. Ну посмотрим, время-то еще есть. Как говорится, 3-1 уж не такой большой счет. Да, и отыграться всегда можно. А время-то для этого еще предостаточно. Более 15 минут есть у Ванкувера для того, чтобы попытаться сравнять счет в этом матче. Опасный момент! И что, роняет Павла Буре? А ведь он бы бегал уже один на один, да, с Майком Рихтером. И что, всего лишь то удаление? Эсса Тиканин отправляется на 2 минуты. Ну, Эсса Тиканин, конечно, недоволен, этот пинский парень. Но надо признать, что удаление-то было здесь. Вот, пожалуйста. Ну было, ну явное удаление. Ну что ж, продолжается у нас игра. Ванкувер сейчас в большинстве. И есть у них прекрасная возможность для того, чтобы попытаться сократить разрыв в счете. Вот пока не получается. Вот сейчас бросок! И гол! 3-2! И кто? И снова он! Снова капитан команды! Капитан Ванкувер Канакс Тревор Линдон, 16-й номер! Задумался Майк Кинненс, задумался он! А ведь время-то у Ванкувера еще есть! И много времени для того, чтобы сравнять счет! Но здесь все было сыграно просто здорово. Казалось бы, вот, потери шайбы. А нет, она остается у игроков Ванкувера. Но здесь все прекрасно. Джев Курнелл на Тревора Линдона. И все здорово. 3-2! 3-2 Нью-Йорк Рейджерс выиграет. И всего лишь минимальное преимущество. Да, ну здесь у Майка Рейхтера, в общем-то, было мало шансов. Друзья, последние секунды третьего периода. Ванкувер проигрывает. Нью-Йорк Рейджерс становится обладателями Кубка Стэнли! Браво! Браво! Нью-Йорк Рейджерс выигрывает Кубок Стэнли! 3-2! 3-2 заканчивается этот матч! Радуются, радуются все! Майк Киннон вот стоит, пожалуйста, показывает нам генерального менеджера команды Нью-Йорк Рейджерс. Вот принимает он поздравления. Остается чуть-чуть. Тут недовольны чем-то игроки. Ванкувер говорят они, что вроде как секундомер был остановлен не тогда, когда надо. И что ж, посмотрим, что будет дальше. Мэдисон Сквер Гарден! Просто шахло с ума! Такой стоит здесь шум! Просто ничего не понятно! Давайте еще раз смотреть, что же здесь происходит. Вот сейчас проброс, да, естественно. Ну и вот, а время-то идет, не останавливается, да? Ну что ж, посмотрим, что сейчас будет. Какое решение примут арбитры. Вот Майк Киннон сейчас за этим наблюдает. Ну вот уже принимают поздравления игроки Нью-Йорк Рейджерс. Обнимают они друг друга. А Пэт Куин дает последние указания. Посмотрите, вот посмотрите, что-то объясняет он своим игрокам, что-то подсказывает им, как надо дальше действовать. Посмотрим, посмотрим. Ну что же, это, наверное, такой шансик остается у Ванкувера для того, чтобы попытаться что-либо исправить. Но вот здесь уже и ленты мы видим, да? Затягивается у нас игра. И посмотрите, Мэдисон Сквер Гарден. Весь на ногах. Все ждут триумфа Нью-Йорк Рейджерс. Да, великолепная игра. Майк Киннон что-то дает тоже своим хоккеистам, дает какие-то указания, кого-то он подзывает, да? Какая-то сейчас будет расстановка. Ну вот, пожалуйста. Одна секунда из шесть десятых остается до конца третьего периода. Браслые в зоне Нью-Йорк Рейджерс. Ну что, удастся что-либо сделать Ванкуверу или нет? Что здесь творится? Мэдисон Сквер Гарден просто на головах сейчас. Готовится все к браслению. Крейг Мактавиш на точке. Браслые и что? Все, звучит финальная сирена! Нью-Йорк Рейджерс становится обладать мини-кубкой Стэнби сезона 1994 года. Крейг Мактавиш на точке. Расстроены, расстроены игроки Ванкувер Канакс. Они отдали все силы. Они боролись до конца. Они боролись даже, когда проигрывали в серии 3-1. И все-таки нашли в себе силы сравнять счет. Ну вот теперь традиционное рукопожатие. Вот он, Алексей Ковалев. Вот они. Теперь они действительно могут пожать друг другу руки. И поприветствовать друг друга. Тогда, когда уже серия, конечно, закончилась. А вот он и Павел Муре. 24 матча в розыгрыше плей-офф. 16 заброшенных шайб. 15 результативных передач. 31 очко. Да, великолепный финал. Великолепный матч. Он смотрит трофе при самому ценному игроку плей-офф. Получает Брайан Лич. Великолепно. Великолепный матч. Великолепный финал. Ну и совсем скоро на лед вынесут кубок Стэнли. Вот он, Марк Месье, капитан команды. И вот сейчас он получает из рук Гэри Бэтсона кубок Стэнли. Браво! Нью-Йорк Рейджерс обладателем кубка Стэнли 1994 года. Марк Месье. Вот они здесь все. Радуются, радуются болельщики Нью-Йорк Рейджерс. За полностью до отказа Мэдисон Сквергарден. Ну и теперь, как обычно, круг почета. Вон там и Алексей Ковалев рядом с Марком Месье. Браво, браво, браво Майкинан. Кевин Лоу. Брайан Лич. Нью-Йорк Рейджерс обладателем кубка Стэнли. И на данный момент это все. Смотрите классику НХЛ на канале Семь ТВ. Для вас работал Владимир Дегтярев. Деград. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА The waiting is over. The New York Rangers are the Stanley Cup champions. And this one will last a lifetime. No more courses. This is unbelievable. These people have waited a long time. Fans, players, courses. Unbelievable. Let the celebration begin. All right. All right. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»